Приём документов от желающих принять участие в президентских выборах ЦИК завершил 14 ноября в 23 часа 59 минут. Всего поступило 65 заявлений, но после два кандидата Бакатбакитаев и Джипаркол Тургуналиев решили отозвать свои заявления. 63 кандидатов осталось. Из них 55 мужчин, 8 женщин было выдвинуто кандидатов. Из них один от политических партий и 62 путём самовыгрышения. В списке подавших заявления на участие в президентских выборах есть и Адахан Мадумаров, политический деятель, лидер партии «Бытун Кыргызстан». Ранее занимал пост госсекретаря. Был депутатом Джорг Кукинеша четырёх созывов. В президентских выборах до этого участвовал два раза. Садых Ширнияс – депутат Джорг Кукинеша шестого созыва. В октябре текущего года сдал свой депутатский мандат. Ширнияс также известен как общественный деятель, кинорежиссёр, продюсер, основатель общественного фонда «Айтыш». Улухпик Кочкоров – экс-министр социального развития. Кочкоров был депутатом Джорг Кукинеша пятого созыва. Был снят с должности министра после октябрьских событий текущего года. Клара Соронкулова – лидер партии «Реформа», экс-судья Конституционной палаты. В президентских выборах участвует впервые. Садыр Джапаров, исполняющий обязанности президента, премьер-министр, пришёл к власти после октябрьских событий. Джапаров в президентских выборах также участвует впервые. Такое количество желающих участвовать в выборной гонке не есть хорошо, считают эксперты. По их мнению, это результат утери ценности и сакральности власти. Многие считают, что это показатель демократии. Но на самом деле это не показатель демократии. Показателем демократии это было бы в том случае, если бы у нас действительно достойные люди выдвигались в кандидаты президентов. Если бы мы видели списки профессоров, учёных, врачей, людей, которые привыкли работать своим интеллектом. Количество подавших заявления на участие в президентских выборах сегодня горячо обсуждается в обществе. Одни в недоумении от такого длинного списка. Другие считают, что это нормальное явление. Мы поинтересовались мнением горожан и гостей столицы. Ну каждый по-разному будет. 63 человека это много. Надо одного конкретно выбирать. Я так думаю. 63 человека это много. Очень трудно изучить биографию всех этих 63 и узнать, кто из них достоин. Это же сложно очень. Как арбуз выбираешь, не знаешь, что внутри, так и здесь. Ну большое количество это не очень хорошо, честно говоря. Я считаю, не все они могут быть претендентами на эту должность. Нет, очень плохо. Почему? Ну это беспорядка, беспорядочность как-то. Ну это ни к чему хорошему не приведет, наверное. Отвратительно. Почему? Да потому что нет нормальных людей там в этом списке. Ни одного. 63 человека это не окончательный список кандидатов в президенты. Впереди есть ряд процедур, которые будет проводиться Центризбиркомом. Уже сейчас ЦИК начал проверку кандидатов на соответствие выдвинутых требований. Эту процедуру необходимо завершить до 18 ноября. До 3 декабря кандидатам необходимо внести залог в размере 1 миллиона сомов, а также подписные листы с подписями 30 тысяч человек. Подписи на достоверность ЦИК будет проверять до 11 декабря. Регистрация кандидатов завершится лишь 14 декабря, после чего будет утвержден окончательный список кандидатов. Чезгуля Таева, Аделет Марсбеков, 5 канал.